Рады представить нашу ранкового гостя Виктория Заричаинска, тренер с теннисом. Доброго ранкового вам. Спасибо большое, что вы с нами. Итак, теннис для детей, теннис в Николаеве. Не особо популярно, как по мне, это направление в спорте в Николаеве. Возможно, вы развенчаетесь сегодня мифой. Кто чаще и больше всего занимается теннисом? Дети, взрослые в Николаеве. И насколько это популярно? За последнее время популяризация тенниса в Николаеве выросла. У нас есть три теннисные базы в городе Николаеве. Находятся они неподалеку друг от друга. За последнее время больше людей стало приходить заниматься теннисом. Это любительский теннис, профессиональный, детский теннис. Детей в основном приводят на тренировки родители. Те, которые занимаются или те, которые хотят уже воплотить в детях свои мечты? Сначала в основном, да. Получается по-разному. Иногда приводят родители, которые занимаются, приводят детей. Иногда приходят дети на тренировки и уже с ними приходят родители. Родители начинают заниматься. На теннис подседает вся семья, так сказать. Теннис начинает набирать свои обороты и уже семейные семьи приходят. Если мы говорим о занятии теннисом, если человек не занимался всю жизнь теннисом, есть ли какой-то предел? В 60-70 уже точно нельзя заниматься. Я думаю, теннис это универсальный вид спорта. В любом возрасте можно заниматься. Пока ты двигаешься, движение это твоя жизнь. Поэтому занятия на свежем воздухе... То есть на корте не скрутят? Нет, нет. Все нормально. Да, теннис у нас... А если говорить о минимальном каком-то пороге, есть ли возрастное ограничение, что детей вы набираете в группы от 6 или от 7 лет? Ну, как советуют специалисты, то они советуют набирать детей с 6-7 летнего возраста на теннис. Но есть исключения. Бывают дети, которые и в 4, и в 5 лет довольно-таки неплохо понимают, что от них хотят. Им нравится, и они сами просятся на тренировку. Вот сейчас у нас на базе занимаются 2 5-летних ребенка, им даже еще нет 5 лет, и довольно-таки неплохо у них получается. Но это на самом деле еще крохи, по сути, 4 лет, 5. Да, они еще маленькие, да. А как быть с инвентарем? Потому что взрослые, это понятно, вот ракетки как бы они по стандарту. Как же быть с детками? Для них тоже есть свой инвентарь? Да, есть детские специальные ракетки, они даже от 3-летнего возраста для детей. Потому что сначала это идет игровое, все-таки больше... Мячик тоже поменьше? Да, есть детские специальные мячики, они более легче. По размерам они, конечно, как обычный мяч, но они идут цветные, они более легкие, специально так, чтобы детки могли набивать мячик, бросать его для комфорта. Плюс есть мячики, которые поролоновые, они тоже легенькие, специально для новичков. Ну, в принципе, некоторые любители тоже начинают. Именно с этого? Да. А если говорим о детях, то как часто стоит им заниматься с тренером и в неделю, вот если берем сроки? Ну и, соответственно, как долго они выдерживают? Потому что она игровая форма, она, наверное, тоже их выматывает. Новички в основном занимаются это 3 раза в неделю, по часу это достаточно тренировки для начинающих, для того, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. Ну, в принципе, не возникает в детском возрасте никаких проблем. Если мы говорим о занятии спортом, всегда же у каждого есть желание достигать каких-то целей, вершин. Есть ли турниры в Николаеве и участвуют ли наши николаевцы, возможно, во всеукраинских турнирах? Конечно, у нас есть и в Николаеве турниры, они проходят на базах наших кортов. И так же самое есть украинские турниры, есть чемпионаты Украины. Те, кто занимается уже более серьезным спортом, то они уже выезжают и за границей, и выступают на европейских турнирах, и профессиональные турниры играют. То есть у нас тоже есть местные звезды тенниса? Да, конечно. А если мы говорим все-таки о занятиях тенниса, есть ли какие-то предписания по этому виду спорта, кому все-таки нельзя и не стоит заниматься спортом этим? И, соответственно, есть ли какие-то профессиональные травмы, которых стоит опасаться? В детском спорте не будет никаких травм, потому что, в принципе, у них идут тренировки не только теннис, есть и ОФП, это подготовка, все-таки их укрепляют мышцы, дают задания специально на выносливость, укрепление. Поэтому, в принципе, в детском возрасте никаких травм не бывает. Тут только развитие, да? Да, только развитие, да, подготовка. Плюс очень хорошо теннис помогает, у кого у людей плохое зрение, оно улучшает, потому что концентрация происходит на мяче, и зрение улучшается. Страх, чтобы мячом не дали в голову. Нужно видеть. Да, мяч нужно видеть, да, фокусировка идет. Если говорим о детском, понятно, если о взрослом, там какие-то опасения есть, и стоит ли чего-то опасаться? Если тренер правильно подбирает инвентарь, ракетки, для любителя, взрослого человека, ракетка не должна быть больше 280 грамм, если будет человек прислушиваться тренера, то, в принципе, травм никаких не будет. Конечно, люди, которые занимаются профессионально спортом, у них возникают проблемы и плечи, и теннис, теннисный локоть есть такого, да, локти, кисти, ну, очень много различных травм, но это в основном идет у профессионалов, кто профессионально занимается спортом. Ну, в принципе, тоже при правильном подходе, кто занимается профессионально, там совершенно уже другие тренировки, это уже тренировки по несколько раз в день идут, плюс это дополнение идет и бассейн. Одним словом, для людей это работа. Да, это работа, ты с утра заходишь и вечером выходишь, грубо говоря, ты занимаешься. Если как любитель для себя, то опасаться нечего. Нечего, да. А если мы говорим о копировке, так сказать, да, для людей, которые вот сейчас смотрят программы, возможно, подумают, что стоит заняться теннисом, что нужно, какие вот условия для того, чтобы прийти на корт, по одежде, по инвентарю, как его можно покупать и взять в аренду в этом году? Для тенниса нужны специальные теннисные кроссовки, которые фиксируют голеностоп, чтобы не было травмы. Обычно, можно, подходят и обычные шорты с футболкой для мальчиков, для девочек, для девочек есть даже специальные там теннисные юбки, которые под шортами идут. Ракетки так же само, продаются они по росту, в зависимости, это для детей, там, от разного векового категория. То есть, основной критерий – это рост все-таки, да? Да, рост, рост, да, это в основном рост, потому что дети разные, в 5 лет один кто-то может быть высокий, кто-то маленький, понятное дело, это все подбирается индивидуально по росту ребенка. Когда уже там дети переступают рубеж где-то 10 лет, уже начинаются там стандартные ракетки, там просто зависит все от веса ракетки, так же самое, это в основном подбирает все тренера, советую детям. У нас, в принципе, не проблема, в данный момент у нас на стадионе Avis, это Tennis Land, есть теннисный магазин, там можно подобрать инвентарь, и одежду, и обувь, все есть на месте. В принципе, есть тренера, которые могут подобрать это, помочь, у нас есть детские групповые тренировки. Было бы желание и кошелек. Можете, например, средний ценовой вот сегмент, сколько нужно потратить, чтобы начать заниматься спортом, сколько примерно ракетка где-то будет стоить, хорошая, качественная, на что ориентироваться, ну и, соответственно, кроссовки, о которых мы говорим. Допустим, если это, разговор идет о маленьком ребенке, ему даже не нужны особо сейчас теннисные кроссовки, потому что они как бы тяжеловатые идут, дети некоторые начинают не шлепать, это можно беговые кроссовочки, ну, обязательно кроссовки, чтобы были. В принципе, на это, там, шорты, футболки есть у каждого дома. Ну да, а вот по поводу ракетки? Да, теннисная ракетка, теннисная ракетка стоит, ну, в основном где-то, ну, начало гривен 800, где-то в этих пределах, ему особо дорогие ракетки. И пошло вверх. И пошло вверх, да, ну, это уже потом, да, современно. Но ракетки хватит, я думаю, не на один год. Да, конечно, да. Это как бы сумма может не особо большая оказаться в итоге. Поэтому, друзья, если у вас есть желание заняться теннисом, занимайтесь, есть Николаевит Базы. Больше того, скажу, что у вас есть возможность получить бесплатно первый урок, первое занятие. Все, что нужно, это подписаться на нашу страничку в Фейсбуке «Новый день» или телеканал Николаев. А также во время эфира можете звонить нам в студию и получать эти бесплатные сертификаты. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Субтитры создавал DimaTorzok